Здравствуйте, дорогие зрители! С вами канал Броши в Израиле и я Шуламид. Я сегодня приехала в заповедник Нааман, заповедник речки Нааман. Ох, и давно же я здесь не была. Думаю, года 2-3, наверное, хотя живу совсем недалеко отсюда. Он находится на окраине города Кирет-Бялик, рядом с его промышленной зоной. У меня есть видео про этот заповедник, но это было давно. Это было в 2017 году, когда я снимала. Вижу, за это время здесь облагородили, появилась информация, план. Сначала поговорим о новостях Израиля, а потом погуляем в этом заповеднике и покажу вам, что тут есть. Ну, о новостях Израиля ничего особенно хорошего сказать нельзя, потому что у нас сейчас очень высокая заболеваемость. У нас полмиллиона человек, у которых обнаружена, ну, эта самая болезнь. Правда, это не значит, что все они больны, не у всех есть симптомы, но у нас огромное количество тестов проводится. Чуть ли не первое место в мире по тестам Израиль занимает, и поэтому так много обнаружено заболевших. Может быть, и не надо было прямо уж так всем поголовно проверяться. На мой взгляд, проверяться нужно тем, у кого симптомы. А так, ну, зачем? Ну, единственное, что хорошего, а, да, что еще не хорошего, это то, что за последние трое суток 200 тысяч заболевших. Ну, и кроме того, я могу сказать, что есть и хорошие. С 19 января сократили срок самоизоляции. Вместо 7 дней, 5 дней, но только с условием, что ты сделаешь тест на пятый день, и он покажет минус, то есть отрицательный он будет, и тогда можно выйти. Если нет, то тогда нужно отбыть 7 дней, и уже никакого теста не нужно, и можно выйти. А когда-то две недели люди проводили в самоизоляции. Но сейчас это слишком большая роскошь, потому что очень много таких людей, которые должны находиться в самоизоляции. Если мы все засядем в самоизоляцию на две недели, некому будет работать. Нарушится поставка продуктов в магазины, не будет продавцов. Врачи и медсестры тоже на две недели, многие же заболеваются. Я читала, что чуть ли не 10%. И они тоже будут уходить на две недели в самоизоляцию, и некому будет лечить тяжело больных. Но мы сейчас находимся на самом пике пятой волны, и говорят, что недели через две пойдет на спад. И, возможно, даже если будет хорошая, спокойная обстановка, не будут даже, может быть, продлевать зеленые паспорта. И, может быть, вообще с ними закончим эту историю. Ну, посмотрим. В общем, есть те, кто думает, что вообще все скоро закончится. Есть такие, кто думают, что не знают, что будет. Да никто не знает на самом деле, что будет. Но будем, как говорится, надеяться. Надежда умирает последней. Я из тех, кто предпочитает надеяться, что это в конце концов закончится. А пока я стараюсь не бывать в местах, где много людей. Стараюсь лишний раз не ходить в торговые центры без необходимости. И стараюсь больше гулять на свежем воздухе, чего и вам предлагаю. Хотя сегодня вот разгар дня 12 градусов только. Ночью было 4 градуса. На Галанах снег шел. Здесь тоже дожди. Но вот сейчас выдался хороший денек, а потом будет неделя дождливая. С громом и с молнией. У нас ведь грозы зимой, а не летом, как в других странах более северных. Ну и, конечно, на Хермоне снега. У нас тут затопления были из-за дождей во многих городах. Как всегда, когда начинаются дожди. Ну вот, пока и все. Давайте пройдемся. Я расскажу вам об этом заповеднике и покажу его красоты. О речке Наоман. Истоки этой речки находятся в заповеднике Эйнафек, который тоже находится на периферии города Кириат-Биалик. Я об этом заповеднике Эйнафек делала видео. Я вам поставлю ссылки, чтобы вы могли посмотреть. Там крепость крестоносцев. В общем, посмотрите. Мое тоже довольно старое видео. В общем, там обнаружили еще британцы. Во времена британского мандата в 20-е годы 20-го века обнаружили 35 источников, из которых выходит эта речка Наоман. Длина этой речки небольшая. Она где-то 10 километров, я прочитала. И она доплывает, речка до города Ака. Когда-то крестоносцы перевозили муку, которую мололи там на мельнице, перевозили по этой речке. Речка была, ну не то что судоходная, но она, конечно, была побольше и пошире. И я даже нашла старую фотографию, что люди загорают, купаются и плавают на лодочке. Потом, конечно, она была загрязнена. Потом отсюда качали воду эти Батези Кук, эти нефтеперегонные заводы в Хайфе. Ну, к 2011 году речку очистили, она чистая, в ней водится рыба. В ней есть сомы и в большом количестве. Не знаю, можно ли их ловить здесь, но люди ловят. Если я увижу сомов, я вам покажу. Гулять здесь очень приятно. Это место объявлено заповедником. О нем заботится Керен Кэймэтли Исраэль, то есть земельный фонд Израиля, который заботится о наших заповедниках. Видите, травка здесь подстрижена, проложена дорожка асфальтированная. Там есть места для пикника, для отдыха. И здесь люди шашлыки делают в выходные дни. В субботу я сюда, поэтому не люблю, например, ходить, потому что здесь много людей. Я тут снимала не один раз видео. Место очень красивое, даже трудно сказать, что это Израиль. Оно такое немножко, даже я бы сказала, европейское место. Совершенно пасторальная атмосфера. Посмотрите, какая красота. Я обожаю это место, но летом тут очень жарко. И зимой здесь дожди часто. И, в общем, просто мне повезло с погодой. Посмотрите, какая прелесть. То, что вода мутная, это не значит, что она грязная. Это значит, что в ней планктон, не знаю что, в общем, водоросли. Короче говоря, речка чистая. Видите, сделаны по дороге здесь. Встречаются скамеечки, даже с навесиком, потому что летом бывает жарко, и от солнца они защищают. Можно посидеть и в мусорнике. Сейчас подойдем, посмотрим, что тут есть еще. А лес, который вы видите, это эвкалиптовый лес. И это очень полезно для дыхания. Прийти сюда и подышать этим воздухом, это просто, на мой взгляд, лечебная процедура. Можно и нарвать эти листики эвкалиптов. Я думаю, что не обеднеет лес от этого. Хотя тут у нас рвать не любят, когда рвут растения. Но запах просто обалдеть, обалдеть. Вот это вот для велосипедов сделано. Можно поставить здесь, прицепить свой велосипед, кто хочет. Здесь катаются и на велосипедах. И вот мы подошли, посмотрим, что тут написано. Это птицы, которые здесь обитают. Я уже вам это показывала, я не хочу повторяться. Посмотрите мое старое видео. Если перейти на другую сторону, то тут есть для детей всякие аттракционы. Вот здесь написано, какие растения здесь встречаются. Сейчас, к сожалению, не время их цветения. Но думаю, что я тут еще побываю и во время цветения. И, кстати, мое старое видео, по-моему, там какое-то цветение в то время было. Тут написано, что именно цветет. Не все названия я знаю по-русски. Так что, кто может, переведите. Ну, Сахлов, это орхидея. Болотная орхидея написано. И вот такие вот земноводные. Это вот жаба, а это вот такая лягушка. На этом столбике указаны все организации, которые занимаются этими парками. Это водное хозяйство Западной Галилеи. Это министерство сельского хозяйства. Это министерство охраны окружающей среды. Вот это. Это Илья, муниципалитет города Кирет-Бялик. Это управление заповедниками. А вот это самое главное. Я считаю, хозяин этого места, наверное, кроме города Кирет-Бялик, это, конечно, Керенкаеметли Исраэль, земельный фонд Израиля. Посмотрите, какие тут пороги. Такая вот растительность. Людей становится все больше, но все-таки это не такое большое количество, как в субботу. Видите, на протяжении всего маршрута стоят вот такие вот скамеечки с навесами, так что можно присаживаться и отдыхать тому, кому это нужно. Вот еще порог. Вот мы дошли уже до следующего мостика. И вон вдали виден уже город Кирет-Бялик. Попробую приблизить. Вон там дома. Не знаю, видно ли вам. И давайте перейдем и посмотрим, что на той стороне мостика. И пойдем обратно. Замечательная прогулка. Всем советую гулять как можно больше. Какой идиллический пейзаж. Каждый раз слюбуюсь. Вот мы спустились на вторую сторону. Речки на Аман. Видите, здесь сделаны столы для пикников. Люди здесь даже дни рождения отмечают. Детские дни рождения, просто дни рождения. Просто приходят посидеть. И в субботу очень часто эти места заняты. Посмотрите, какая грязь тут осталась. Видно, они всегда убирают. Посмотри, какая грязь. Вот кошмар-то. Первый раз вижу, что такая грязь. Обычно довольно чисто здесь. В принципе, здесь убирают и следят, но вот что-то этот раз нехорошее место. Нехорошее. Может, это недавно не успели еще убрать, но сами люди. Какое безобразие все-таки. Сами люди что творят. Пойдем теперь по этой стороне обратно. Я вижу, что эти эвкалипты в некоторых местах очень сильно проредили. Видимо, они засохли или были больные, потому что Керен Каэм, это семейный фонд Израиля, он следит за состоянием лесов и рощ, и все плохое. Вырубаются и новые посадки обычно бывают. Посмотрите, видите, вот пенек. Пень, я бы сказала, не пенек, и вон там. Когда я была в прошлый раз, в этом месте гораздо гуще росли деревья. Какая же все-таки молодая зеленая здесь травка. А ведь это январь месяц. Ёлки-палки, лес густой, с бабами-ягами, а в конце дороги той плаха с топорами. Ну вот здесь лес уже становится погуще. Ощущение, что ты в настоящем лесу. Эвкалипт ведь и цветет тоже. Я это тоже показывала в своих старых видео. Видите, это только маленькие бутончики. Потом они распустятся и будут красивые цветы. Но пока их нет. Думаю, еще максимум месяц и мы увидим цветение эвкалиптов. в первый момент подумала, что это рябина. Даже листья похожи, но это не рябина. Это гораздо более мелкие ягодки. Но очень похожи. И вот все дерево, скорее это куст, дерево, все оно в этих ягодках. Ой, высокое какое вон. Но ствола нету. Так что это куст просто гигантский. Какой мощный эвкалипт. Он огромный. Очень старые видимо деревья. Очень старые. Ну в общем я пойду дальше. А с вами на этом я расстаюсь. Желаю вам всего хорошего. гуляйте больше на свежем воздухе. Дышите. Вдыхайте полной грудью. если там где вы живете мороз и снег, это не должно помешать прогулке. Желаю вам быть здоровыми. Желаю вам бодрости. Желаю вам всего самого лучшего. И до новых скорых встреч. встреч.